Всем привет! В этом видео я хочу поделиться полезными программами и утилитами для Linux. О некоторых вы возможно и так знаете, но все же для начинающих пользователей это видео будет полезным. Но начать я хочу с решения одной проблемы, которая может возникнуть у любого пользователя, а именно ошибки при обновлении баз данных, если вы довольно долго не обновляли систему, ну или хотя бы базы данных, то возможно возникновение несоответствия ключей на сервере и ПК. Первый вариант исправления это обновить ключи как показано на скриншоте. Но он мне не помог, помогли две следующие команды. После чего полностью обновляем систему, ну или хотя бы базы данных. Ну, а теперь вернемся к теме видео. Первое что на мой взгляд является важным дополнением это аненеси. Аненеси, это демон оболочки, созданной для управления процессами ввода-вывода и приоритетами процессора. Говоря простым языком по умолчанию практически все процессы в системе идут с одинаковым приоритетом, а нанеси распределяет приоритеты по заранее установленным правилам, правил предоставленных по умолчанию авторам этой утилиты вполне достаточно, все системные процессы будут выполняться с более высоким приоритетом что делает систему более отзывчивой, это как в Macintosh или iPhone, правда к деленовым такими же плавными не становится, но все работает быстрее, актуально больше для слабых ПК, если у вас процессор хотя бы шестиядерный то разница будет не очень заметна. Аненеси существует в нескольких вариантах, самый надежный, такой чтобы без танцев с бубном, это самый первый ананеси написанный на Python, есть вариант переписанный на C, но он не у всех работает как задумано, я буду использовать стандартные ананеси. Все ссылки смотрите в комментарии под видео. После установки и запуска демона вы должны увидеть следующую картину, для тех кто не в курсе поясняю, столбец при ине это приоритет, чем меньше значение в столбце при тем выше приоритет выполнения, в столбце не показано насколько приоритет увеличен или понижен, разработчики явно были не от мира сего, минус значит плюс, а плюс значит минус, короче говоря, надо понимать одно чем ниже значение при тем выше приоритет. Следующий это планировщик процессов, по умолчанию для входящего потока настроен на высокую пропускную способность, из-за чего настольные приложения не отвечают при высоких нагрузках на процессор. Планировщик CFS Zen Tweaks содержит сценарий, который использует те же настройки, что и ядро Linux Zen, грубо говоря это такая прокачка ядра не изменяя само ядро, актуально для Linux и Linux LTS. Все как и с ананицы установили, запустили службу, если нужно перегрузились, и все работает. Далее советую заменить дебаз, это система шины сообщений, простой способ взаимодействия приложений друг с другом. Помимо межпроцессорного взаимодействия, дебаз помогает координировать жизненный цикл процесса. Это позволяет создавать демона в одном экземпляре, а также запускать приложения и демоны по требованию, когда они необходимы. Заменить его можно на Bass Broker, это прозрачная замена LightBass, цель которой обеспечить высокую производительность и надежность при сохранении совместимости с эталонной реализацией дебаз. Главная задача данной реализации это более быстрое сообщение между программами, некоторые пишут что также ускоряет процесс сообщения с видеокартой, но это недостоверная информация, так как никто не проверял. Но в любом случае Bass Broker лишним не будет. Следующая программа это КПУ Пауэрги. Она предназначена для того чтобы регулировать частоту процессора, можно выбирать режим работы процессора, к примеру если у вас ноутбук и вам необходима максимальная экономия заряда, то по р-помощи КПУ Пауэрги можно выставить самую минимальную частоту, или если вам нужна производительность то наоборот, выставляется максимально доступная частота, также есть возможность отключать потоки ядра процессора, что тоже может быть полезно для ноутбуков. Мониторинг ресурсов ПК. Программ для мониторинга вроде предостаточно, но есть одна, на мой взгляд достаточно удобная для домашнего ПК это Batem. Она дает возможность одновременно мониторить загрузку процессора, памяти, дисков, сети и следить за процессами. Есть поиск по процессам, сортировка и масштабирование графиков, а также вывод датчиков температуры. Далее простая консольная утилита DAF, ее главная особенность в отличие от стандартной команды DF, это вывод информации о дисках в виде таблицы, что более удобочитаемо, также есть ряд и других возможностей, с которыми можно ознакомиться по ссылке в комментарии. Всем известна команда DU, которая выводит содержимое директории сортируя все файлы по количеству занимаемого места на диске, но такой вывод не сильно удобен, в нем просто можно запутаться, здесь нам на помощь придет утилита Dust, или любой ее аналог. Она выводит информацию в древовидной форме, что более удобно для восприятия и не выводит все файлы подряд, а только те что занимают значительное место на диске, параметров для вывода достаточно много. Также хочу заметить, что если у вас файловая система BTRFS с включенным сжатием, Dust, и многие другие утилиты, не покажут точного размера файла или директории, они будут отображать размер так, как будто сжатие не включено. Для интерактивного режима можно использовать утилиту NGDU, из которой также можно удалять файлы, или утилиту DUE, которая также включает в себя интерактивный режим, если указать параметр RAY, но нужно быть внимательными при удалении файлов, так как NGDU удаляет мимо корзины, а в DUE есть два варианта удаления, которые можно перепутать. Если у вас есть необходимость мониторить температуру своих железяк, то тут однозначно поможет сенсор, он не только выводит температуру, но и рисует графики, которые можно настроить на отображение за определенный период. Другая утилита для мониторинга STOE, она выводит всю доступную информацию о работе процессора, также имеет стресс-тест, которым можно проверить эффективность охлаждения ПК, оно загружает процессор на полную и спустя некоторое время можно увидеть, как показатель температуры остановится на определенном значении, что и будет показателем качества охладительной системы. Но самое интересное это возможность записи файл, если указать при запуске ключ, то программа создаст файл формата CSV, который в дальнейшем можно обработать и получить определенную статистику, по температуре, частоте, загрузке и даже энергопотреблению. А теперь скриншоты, для кого-то это не столь важно можно обойтись стандартными средствами, но если вам нужна продвинутая программа для скриншотов, то советую FlameShot, она позволит не только делать скриншот части экрана, но и сразу же его обрабатывать, дорисовывать, замыливать, ставить пометки, добавлять текст и тому подобное. Привязывается к клавише команды FlameShot Launcher, работает везде одинаково. Восстановление файловой системы Самое неприятное в Linux это восстановление данных, одно дело если повреждена файловая система и она просто не монтируется, тогда вытянуть данные достаточно просто, а вот если файлы удалены, то пише пропало. Насколько я помню в Windows с этим меньше проблем, а точнее с его файловой системой NTFS, та и FAT32 более в этом плане радует, но теперь по порядку. Если у вас накрылось X4 то можно пытаться вытягивать данные при помощи X4 Magic, удаленные файлы оно правда не восстанавливает, по крайней мере на моем SSD это не получилось, скорее всего после срабатывания от RIM, данные удаляются полностью, как я понимаю, но зато данные с размонтированного диска вытягивает. Другое дело восстановить удаленные файлы FAT32 или NTFS, для этого понадобится утилита тест-диск, управлять ей достаточно просто, на сайте есть даже картинки так что разобраться очень легко, еще раз повторю, все ссылки в комментариях. Например у меня есть флешка FAT32, я на нее запишу папку с файлами, и удалю с флешки из корзины, теперь посмотрим на процесс восстановления. Как вы можете видеть все восстановилось, кроме названия некоторых файлов, правда нужно учесть, что на флешке нет функции Trim, но все же круто. Учтите, что если диск или флешка форматировались, особенно если вы ставили галочку очистить, ну или как там именуется полная перезапись, то шансы восстановления нулевые. Восстановление файлов XFS тоже не составляет особого труда, хотя ручаться на 100% не могу, что данный метод будет работать во всех случаях. Речь идет об утилите XFS UNDELETE, которая достаточно хорошо задокументирована и разобраться в ней очень легко, я попробовал восстановить удаленные файлы раздела в XFS, оно действительно восстановило файлы, правда восстановило один мусор, кэш-браузера системные файлы, которые если и были на диске то очень давно, так как этот диск дополнительный, в общем удивительно, но может при определенных обстоятельствах поможет достать более важные данные. Также стоит обратить внимание на средства мониторинга дисков, для дисков подключенных пассаты можно использовать и новым диск, но он отображает не все атрибуты диска. Поэтому самый простой путь это установить GSMART CONTROL, где в графическом режиме предоставлена вся доступная информация по диску. Или же пользоваться консольной утилитой SMARTMAN TOOLS, если вы укажите после SMARTCTEL ключ, HELP то получите достаточно большой перечень команд, но будьте внимательны, и перед тем как вводить команду лучше переведите обозначение, чтобы случайно не избавиться от своих файлов. Для владельцев NVM накопителей доступна еще одна терминальная утилита NVMCL, предназначенная сугубо для накопителей NVM. Также будет полезен пакет SISTED, в который входит AISTED позволяющий мониторить объем чтения записи на диск, советую изучить особенно если вам кажется, что диск изнашивается слишком быстро, возможности достаточно обширны, особенно возможность вести запись в файл с определенным интервалом времени. По поводу файловых менеджеров, я лично довольствуюсь с UNR, мне его возможностей более чем хватает, в принципе любой файловый менеджер на Linux достаточно продвинутый, за исключением наутилус которого безбожно обрезали в его функциях, но если хотите чего-то более продвинутого советую попробовать Double Commander, это двухпанельный файловый менеджер с достаточно обширным функционалом, я правда в него особо не вникал, но знаю что есть встроенный текстовый редактор, сравнение содержимого файлов, массовое переименование, ну и все остальные фишки продвинутого файлового менеджера. Если же хотите терминальный файловый менеджер то однозначно Midnight Commander on GMC, почти то же самое что и Double Commander только в терминале. Если у вас есть накопитель с Windows или через ваш компьютер часто проходят разные сомнительные файлы, их можно проверять на вредоносность, с этим успешно может справиться Clam.tk, это графическая оболочка утилиты клэмов, для Линукса конечно же разные трояны не страшны, но все же, к примеру я проверю папку Vine с установленными Windows программами. Как вы видите он обнаружил три потенциальные угрозы, конечно это еще не вирусы, но приставка Puy означает что в такой файл возможно внедрить вредоносный код, но это так, кому интересно. Если вы часто ищите файлы на ПК, допустим у вас очень много документов или фото, ну или чего вы там храните, советую поисковик Catfish, он работает как без индексации так и с индексацией, естественно с индексацией быстрее, для индексации используется Mlocate, его преимущество в том что он не висит в оперативной памяти, а индексирует по таймеру, также можно провести индексацию вручную в настройках Catfish, Catfish может искать по содержимому файла, правда долго и не все форматы поддерживает, точно ищет в текстовых файлах и PDF, может искать в архивах, для этого есть галочка в меню, ну и место поиска можно выбирать самому, не обязательно искать во всей системе, в общем штука полезная. Ну и напоследок если вам нужен простейший календарь с планировщиком и заметками то ставьте Azmo, единственный органайзер без многочисленных фоновых служб, которые выедают оперативную память. И на этом я закончу свой туториал по полезным программам, надеюсь видео было полезным, подписывайтесь и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok